В Серпухове прошли очередные полномасштабные учения. Их цель – отработать взаимодействие всех служб, отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий. По легенде, на заводе Сертов произошел взрыв из-за разлитого ацетона. Руководство предприятия, вызвав пожарных, приняло решение подключить аварийно-спасательную службу «Юпитер». За происходящим наблюдали немецкие коллеги – брандмейстеры из Фрайбурга. На Сертове к мерам безопасности и охране труда отношения по-немецки педантичные. В самом хорошем смысле слова. На проходной с журналистом, прежде чем получить гостевой электронный пропуск, пришлось пройти через двух сотрудников охраны. Бейджики на груди – необходимость. Случись что, сотрудники в первую очередь кинутся вызволять из беды гостя. Сами они прекрасно осведомлены о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. Учения здесь проводятся регулярно. По территории завода можно ходить только в специальной экипировке. Куртка, спецжилетка, очки, а кое-где и беруши. Но самое главное – обувь. Это защита от статического электричества. Казалось бы, подумаешь, статика. А нет. На заводе выпускают ацетатный жгут с высокой сорбционной способностью относительно наиболее вредных компонентов табачного дыма – смол и никотина. В его производстве используется ацетон. Эта жидкость может вспыхнуть и при температуре градусов 15-20. А его на заводе – десятки и десятки тонн. Поэтому режим функционирования таких производств требует особого внимания. Своевременных и регулярных мер обеспечения пожарной безопасности. Экипировка в порядке. Далее краткий инструктаж. На нашей территории с мобильными телефонами мы не ходим, потому что там, вернее, мы выключаем или оставляем мобильные телефоны. Когда мы будем с вами идти по дорожкам, мы начинаем смотреть под ноги, чтобы не скоткнуться. Наш путь к месту происшествия – ректификационной колонии – идет по улице имени основателя концерна «Сальвей» – Эрнста Сальвея. Вы не ослышались. На территории дочернего предприятия абсолютно европейская чистота и порядок. Определены не только пешеходные зоны с переходами, но и как дань корпоративной этики улицы. Попутно наш гид указывает места, где положено собираться персоналу в случае возникновения реальной, неучебной, чрезвычайной ситуации. Штабчаэс дает команду – вот оно случилось. Из ректификационной колонны произошла утечка ацетона. Ректификация – это процесс отделения ацетона от ввода ацетоновой смеси. То есть производство замкнутого цикла, это для того, чтобы не ацетон уходил в атмосферу этой потери, мы его регенерируем. По легенде, в результате технической неполадки произошла утечка 250 килограммов ацетона. Он вспыхнул. Неудивительно, пары ядовиты, тяжелее воздуха и образуют с ним взрывчатую смесь. Считается, что пожарную опасность представляют и водные растворы ацетона. В результате взрыва есть пострадавшие. А значит, своими силами без спасателей Юпитера и пожарных заводчанам не обойтись. В Турятии имеется договор о взаимодействии с аварийно-спасательной службой Юпитер, одной из лучших на территории Московской области, чей учритель является городской округ Сербков. Эта служба, она провела мероприятие, спасла этого сотрудника. Ну а мы, пожарные подразделения, значит, здесь работали максимально, мы собрали свои силы, средства, значит, тушением пожара. Потому что, в принципе, говорю, что в таких случаях площадь пожара будет довольно-таки большая. Да, Юпитеру в Серпухове особое внимание. Глава города Дмитрий Жариков спасателям оказывает максимальное содействие. Материально-техническая служба тех, кто на страже нашего здоровья, должна быть на высоте. Полностью экипированные спасатели, оценив ситуацию, отправляются на пятый этаж рептификационной колонны, вызволять пострадавшего. Заметьте, там полыхает условный огонь. Одновременно пожарные расчеты локализуют возгорание. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние здания. Разлившийся продукт, а также участок возле колонны, где пожарные уже готовы проводить огневые работы, сначала покрываются слоем пены. Тем временем пожарные расчеты подключаются к гидрантам и разворачивают рукава. Первые стволы направлены на охлаждение горящего резервуара. Подоспевает помощь еще двух расчетов. На место происшествия прибыли машины из Липец и Донков. В конце концов, совместными усилиями условный огонь локализован. Учения прошли успешно. Все службы сработали очень профессионально. Я наблюдал за ними на месте и могу сказать, что каждый четко знал, что ему нужно делать. Ваши команды сработали слаженно. Отличное взаимодействие. В нормативы, которые приняты у нас, уложились. Сами участники действия оценивают работу чуть сдержаннее. В целом, я даже не ожидал, превзошел все ожидания нашего учения. Очень слаженно. И особой подготовки не было. Все это внезапно попросили нас провести. То есть это внеплановое учение. Так что мы довольны. Очень довольны. Но есть всегда куда стремиться, есть к чему совершенствоваться. Поэтому всегда ставлю только четверки. Спасибо. Спасибо.